Всем привет! Снова у меня обзор очередной раскраски и сегодня это книжка от издательства Daver, которая называется College Art. Искусство коллажей. Дизайнером является Марти Нобл и в этой книжке 55 односторонних страничек. Формат у нее А4. Она у нас на склейке. Немного испачкалась, пока она до меня дошла. Надо будет стереть. Ну такая гладкая, приятная обложка металлизированная. Сделан заголовок. Давайте же будем смотреть, что внутри. Как говорит сам дизайнер, это рисунки, для которых вдохновением послужило искусство Art Nouveau, японское искусство, различные викторианские этикетки и упаковки. И действительно, это будет интересно не только для тех, кто любит раскрашивать, но и для тех, кто интересуется составлением артбуков, составлением коллажей. Очень много идей для вдохновения. Бумага у нас здесь чуть кремовая. Все иллюстрации односторонние. Бумага нету. Не самая толстая, средняя. Но из-за того, что она односторонняя, то можно не беспокоиться о том, что случится с обратной стороной. Поэтому использовать можно абсолютно любые материалы. Присутствует по короткой стороне легкая перфорация. То есть страничку, особо понравившуюся, можно вырвать и ставить в рамочку. Ну а теперь давайте смотреть. Очень замысловатые все дизайны. Опять же, можно не раскрашивать, а просто любоваться. Столько здесь спрятаны секрет за секретом, слой за слоем. Очень красивая прорисовка всех персонажей. Красивые лица. Замечательные цветы почти на каждой странице. И все, как я люблю. Много-много деталей. Примерно четверть, наверное, книги как минимум составляют восточные дизайны. Вот здесь мы видим то, что навеяно японскими традиционными гравюрами, рисунками кимоно. Есть больше викторианские сюжеты. Опять что-то восточное. Похоже на винтажные этикетки и какие-то постеры. Много милых животных. Это похоже что-то на мексиканскую тематику. Как раз отрисовка такая, как мне нравится. Правильное соотношение между не совсем уж мелкие части, но и ничего не надо дорисовывать. Страничка выглядит законченной, заполненной. Можно думать только о том, как раскрашивать, а не о том, как что-то дорисовывать. И, конечно же, рассматривать и рассматривать все эти чудные детали. Книжку можно раскрашивать круглый год. Есть сюжеты весенние, летние, зимние. Это словно коллаж из этикеток для цветочных семян. Это словно постер арт-наву. Национальные костюмы, как будто из стран Европы. Замечательные нютиные глазки. Вот это одна из самых красивых иллюстраций во всей книжке. Еще один морской коллаж. Снова восточная тематика у нас пошла. Восточная тематика у нас цветочка. Продолжение следует... Здесь зимняя картинка. Вот это замечательное просто. Совсем тропики. Вот здесь восточная картинка с очень мелкой прекрасной прорисовкой. Здесь что-то индейское или майя или ацтеки тематика. На этой страничке я потестила художественные материалы. Здесь немного акварель. Акварель не протекает, хотя опять же все равно, что с этой страницей случается. Единственное, что цвет акварели немного съедается. То есть нужно хорошо пигментированно набирать ее на кисточку. Или же накладывать сразу несколько слоев, чтобы получить насыщенный оттенок. Бумага очень гладкая, поэтому самые мягкие карандаши вот здесь у меня в Бугенвилле. Это Дервинт Колор Софт. Наложены они максимум в один слой. Больше не очень хорошо наслаиваются. А для карандашей более... Это тоже акварель. Вот это карандаши Кахинор Манделуз. А лучше всего себя показали более твердые. Фаберка Стелл Эко. Вот тут можно наслаивать несколько слоев. Но я думаю, что можно в этой раскраске абсолютно любые карандаши использовать. И любые арт-материалы приручить. Я планирую даже спиртовые маркеры использовать, благодаря тому, что раскраска односторонняя. Тоже что-то на мексиканскую тематику традиционную. Это животные, орнаменты. Что-то азиатское. Вот милейшая зимняя картинка, которую я еще, надеюсь, успеть раскрасить в феврале. И снова возвращаемся в лето. Видно, что Марти очень любит кошек. Кошек на страницах много. Вот такая раскраска. Еще раз повторю, здесь 55 дизайнов формата А4. То есть, если вы ее приобретете, а я ее покупала на Book Depository, то хватит вам ее надолго. И качество у нее очень хорошее. Надеюсь, вам был интересен обзор этой раскраски. Увидимся в следующих видео. Обязательно что-нибудь раскрасим из нее. Всем хорошего дня. Пока-пока.